И снится нам не рокот космодрома, не это ледяная синева, а снится нам дрова, дрова у дома. Об истории космонавтики, о героических летчиках-космонавтах, о достижениях ракетно-космической отрасли и многом-многом другом со сцены актового зала 6-й Сухомской школы восьмиклассники рассказывали своим товарищам тремя годами младше. И вот, наконец, именно ему, 27-летнему старшему лейтенанту Юрию Гагарину, че отчество доверило воплотить в свою мечту – покорить космос. Сказав свое знаменитое «поехали», Юрий Гагарин открыл новую эру в истории. И с тех пор каждый год мы отмечаем всей планеты 12 апреля как День космонавтики. Этот урок ребята из 8-го В организовали под чутким руководством своего классного руководителя Натальи Чиковани. Попытались объединить все – историю, личности и даже интерактив. Получилось. До Луны не может птица долететь и прилуниться, но зато умеет это делать быстрое… 12 апреля в Сухомской средней школе номер 6 ежегодно проходят классные часы. Имя летчика-космонавта Владимира Комарова, в честь которого названа школа, все-таки обязывает. 21 августа 1964 года на заседании военной комиссии уже обсуждался полет под готовкой к трехместному кораблю «Восхода». Были назначены 7 кандидатов. 2 гражданских инженеров, 3 пача и 2 командировки – Борис Волынов и Владимир Комаров. И впервые прицелы не катаплюзировались, как первые шести космонавтов, а призвались в космическом корабле. Именно Комарову и Борисову предстояло испытать новое оборудование. Обращаясь к ученикам, исполняющей обязанности директора шестой школы, Лалита Катца отметила, что в детстве и сама мечтала быть космонавтом. Нашла своих единомышленников, педагог и в актовом зале. И мы все очень любили такой предмет, как физика и астрономия. И стремились к тому, чтобы мы тоже когда-то полетели в космос. Сегодня, если вы смотрите телевизор, знаете, что даже есть люди, которые уже просто ради экскурсии полетели в космос. Вот так у нас наука продвинулась. И я думаю, может быть, кто-то из вас, кто-нибудь из вас когда-нибудь хотел быть космонавтом? Ты хотел? Вот видишь, у нас с тобой детские мечты совпадают. Но вы же помните, что наша школа носит имя великого космонавта Комарова, про которого сегодня вы услышали, да? Вы помните, что мы школа имени Комарова, и он, к сожалению, отдал свою жизнь для того, чтобы мы с вами сегодня многое знали о космосе. Все не знаем, но очень многое знаем. И я надеюсь, что вы все будете знать историю космонавтики, что вы все будете помнить, что у нас школа имени Комарова, будете хорошо учить физику, и, возможно, кто-то из вас когда-то полетит в космос. Проходя по коридорам школы мимо стендов с рисунками детей о бесконечной вселенной, невооруженным глазом видно, что космос для этих ребят чуть понятнее и ближе, чем мог бы.